Темными, студенными зимними ночами прислушайтесь к звукам старого, а вернее сказать, во всех отношениях устаревшего города. В шорохе машинам, в скрипе половиц, на чердаках и в подвалах замшелых, аварийных и малоинтересных в архитектуре плане домешек просыпаются от векового сна о ней московские крыеведы. Их биологический цикл не имеет аналогии среди прочих представителей флоры и фауны нашей полосы. Большую часть жизни крыеведы проводят в спячке. Лишь два или три раза в столетие они пробуждаются и выползают на дивную поверхность в поисках духовной пищи. Оглашая окрестности тоскливым воем, они блуждают по кривым переулкам и недовыправленным подворотням пытаясь сориентироваться в изменчивом городском пространстве. Не узнавая издревле знакомых мест, крыеведы нечерораздельно стянают, выпьют и совершают мелочные антиобщественные поступки. Встреча с только что пробудившимся от спячки крыеведом может стать для вас довольно ярким событием. То ли дело никогда не спящие крыеведы шатуны. Внешне похожие на москвичей, эти приматы состоят на госслужбе, исправно платят членские взносы и пишут увлекательные передовицы в многотиражную газету «Московский комсомолец». В зимний период особенно удобно отслеживать перемещение временно оттаивших снулых крыеведов по следам и погадкам. Дорогие москвичи и гости столицы, повстречав на улицах представителей этого редкого вида, внимательно присмотритесь к их странным движениям. Следуя за ними, вы сможете узнать много интересного о проклятом прошлом устаревшего городского центра. Не забывайте подкармливать этих смешных и неприхотливых носителей бремени исторических знаний. Уступайте им места и переводите через дорогу. Помните, что грамотно составленная историческая справка может стать важной частью раскрутки любого инвестиционного проекта. Без прошлого нет экономически целесообразного будущего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова